Как было уже сказано, тема моего выступления посвящена московскому периоду жизни маршала Сергея Семеновича Бирюзова и влияние этого периода на становление как личность и полководца. Итак, при подготовке к этому выступлению, но и по поручению я здесь оказался, его дочери Ольге Сергеевне. То есть мы как бы вместе готовили этот доклад. Итак, свою судьбу будущий маршал Сергей Семенович Бирюзов связал с армией в сентябре 1922 года, когда он поступил добровольно в ее ряды. И был зачислен на 48-е пехотно-пулеметные курсы в городе Ставрополь. В 1923 году его, как лучшего курсанта этой школы, направили для обучения в Москву, в объединенную военную школу в ЦИП. Вот как сам Сергей Семенович об этом писал в автобиографии. Во время учебы на курсах мне очень хотелось поступить в военную школу. И вот в 1923 году сбылась моя заветная мечта. Я был перейден в Москву курсантом объединенной школы имени ЦИП, или, как ее любовно называют, Кремлевской школой. Это первая кузница военных кадров. Хотел бы сказать несколько слов об этом военно-учебном заведении. Это было первое заведение, подобно укладно, открытое после Великой Октябрьской революции. Произошло это 15 декабря 1917 года. Практически меньше месяца прошло непосредственно после самой революции. В сентябре 1918 года школа была предислоцирована в Московский Кремль. А 3 апреля 1921 года за особые злослуги в деле защиты Советской Републики и за образцовую охрану Кремля школа была реорганизована и стала называться Объединенная военная школа имени Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета с трехгодичным сроком обучения. В настоящее время это всем, я думаю, известное, одно из самых знаменитейших наших училищ, Московское Высшее Общевосковое Командное Орденово-Жуково-Ленина и Октябрьской революции Краснотноменного училища, Москва так называемого в простонародье, который является настоящей кузницей военных кадров. Многие высшедшие в 20-е годы из стен Кремлевской военной школы во время Великой Отечественной войны командовали уже дивизиями, корпусами, армией и фронтами. Свыше 200 ее воспитанников стали маршалами и генералами Советской армии. Кремлевская школа оказалась богатейшниками струнченных военных талантов. Курсанты школы гордо именуются Кремлевские. Лучшие курсанты несли охрану квартиры и рабочего кабинета Владимира Ильича Ленина. Надо сказать, что сам Владимир Ильич Ленин был почетным курсантом этой школы. Сергей Семенович Бирюзов неоднократно приходилось выполнять почетную обязанность часового главного поста Советской Республики. Безусловно, высокой доверии, оказанной тогда еще достаточно молодому человеку, возможность быть рядом с великими людьми, осознание своей роли не могло не повлиять в дальнейшем на формирование того характера, того отношения к порочному делу, которые не раз в дальнейшем помогут Сергею Семеновичу в сложных ситуациях. Но, конечно же, главной задачей курсантов была учеба. Курсанты получали довольно глубокие теоретические знания, а главное – основательное изучение выбранной ими родовой войск. Преугодичный курс давал полную практическую подготовку для назначения на должность и первые наглые навыки командования роты. Переведу несколько примеров учебных занятий с королевскими курсантами. Так, на Хадынском поле, на Поклонной горе, в окрестностях Москвы, древних Щукина, Татарова, пулеметный дивизион вел учебные бои. Каждому из курсантов поручалось командовать взводом или ротой. Занятия шли днем и ночью с боевыми стрельбами. Исключительно насыщенными и самые эффективными были занятия курсантов в летних лагерях. Неподсредственно перед выпуском у школы проводились маневры. Со стороны Москвы на Рязань наступали подразделения курсантов и, соответственно, в Рязани оборонялись представители уже других школ. Маневры продолжались до 10 дней и загадчивались генеральным сражением в районе Макаломны. При этом и оборонявшие, и наступавшие совершали переправу через закон. Приведенные примеры говорят о серьезности подготовки будущих командиров. Вот как Сергей Семенович рассказывал о времени обучения в школе. Учеба в школе имени ЦИК дала мне очень многое. Я здесь увидел великого Ленина. Стоял на посту у квартиры Ильича и его рабочего кабинета. А в дни прощания с великим вождем мы, шусанты, несли почетную вахту у гроба Ильича в колонном зале Дома Союза. Здесь в 1924 году по ленинскому набору я поступил в кандидаты о 26-м членах коммунистической партии. За время учебы активно участвовал в общественной работе, проводил занятия по военной подготовке на фабрике Красная Швея и на втором заводе ОМОН. Кремлевская школа привела мне хорошую военную подготовку, единый политическую закалку. Одновременно с учебой в школе я окончил рабочий факультет. Из этих слов понятно, что Сергей Семенович очень высоко оценивал значение периода жизни, связанного с обучением в школе в ЦИК и нахождением его в Москве. Часто Сергей Семенович поменял дни учебы в школе как самые напряженные, но интересные. Ведь тогда каждый день переносил пользу приобретения, знания и креплую уверенность в собственных силах. После окончания школы в ЦИК он был направлен для прохождения службы в 65-й пехотный полк, который дислоцировал в Орден Новороссийск. Было это в 1926 году. Но недолго его продолжали службы вне Москвы. И он был направлен для прохождения службы в 1-ю московскую пролетарскую дивизию. Несколько слов об этом соединении. 1-я московская пролетарская дивизия была борцовым соединением рабоче-крестьянской Красной Армии. Сформирована 26 декабря 1926 года. Прокомплектовалась главным образом из московской рабочей молодежи. Являлась основной учебно-методической базой войск московского гарнизона. В 1927-1941 годах постоянно участвовала в парадах войск на Красной площади. В предвоенные годы сладовая об этой дивизии гремела по всей Красной Армии. Служить в пролетарской дивизии считалось большой честью. И личный состав демонстрировал на опытных и иных учениях высокое тактическое мастерство. Так, летом 1935 года, когда в нашей армии осваивалась тактика глубокого боя, проверка новой военной теории осуществлялась на опытных учениях этой дивизии с пролечением кавалерийской дивизии и механизированного корпуса. Весной 1936 года пролетарская дивизия, участвуя в больших окружных учениях в районе Малорославец, Медынь, по снегу и бездорожью за четверо суток совершила 160-километровый марш. Осенью этого же года она впервые в практике Красной Армии в полном составе была переброшена на автотранспорте из Москвы в район учений. Надо сказать, что в то время еще не существовало ни инструкции, ни руководств, ни боевые мустралы, ни предусмотрено перемещение на автотранспорте. То есть это все приходилось делать в первый раз и, так сказать, учить других на своем опыте. Личный состав соединения не раз демонстрировал свою слаженность, выучка и мастерство перед зарубежными делегациями. В 1934 году дивизия совместно со школой ЦИК пролагала показные мучения для делегаций 13 государств, включая Соединенные Штаты, Францию, Англию и Японию. Из рядов пролетарской дивизии вышли крупные его начальники маршалы Березов и Кулик, главные маршалы артиллерии Воронов, Неделин, маршалы артиллерии Казаков, Одинцов, генерала армии Батов, Галицкий, Фрезер, Лащенко, Лилюшенко, Лилюшенко и Хитагуров, генерал-полковники Бакланов, Градинцев и еще многие другие. И в 1930 году Березов, как командир отличной роты, получил назначение в столицу Московскую пролетарскую дивизию. Третий стрелковый полк, которому должен служить Сергей Семенович, был в пролетарской дивизии одним из передовыми. И вот какими словами встретил прибывшего командира роты полковой командир Галицкий. Должен сказать вам, что служба у Московской пролетарской дивизии у нас каждый командир и красноармирец считает большой честью. Ведь дивизия наша – одна из лучших Красной армии. На должности командного состава подбираются хорошо подготовленные, перспективные товарищи. Коммунисты и комсомольцы составляют значительную часть личного состава дивизии. Начальник штаба Павел Иванович Батов – отличный мой помощник, но по службе требовательный и беспощаден. Командиры батальонов, крейзера Смирнов, хорошо знают свое дело. Итак, вы будьте командиром роты во втором батальоне. Не скрою, батальон сейчас в не очень хорошем состоянии. В нем продолжительное время не было командира. Дело вашей чести в ближайшее время вывезти в роту в число передовых. Но учтите, что служба в дивизии намного другнее, чем в других местах. Я специально привел эти слова, достаточно, может быть, длинные и подробные, для того, чтобы понять, какие требования, с кем приходилось служить Сергею Семеновичу, и что хотели от него видеть. На новом месте Березов взялся за работу с огоньком. Будучи самым отличным стрелком из всех видов стрелкового оружия, решил улучшить стрелковую подготовку личного состава рота. Этому препятствовало то, что практически стрелки проводились в районе Выхима. Сейчас мы знаем, что это уже в окрестностях Москвы, а тогда это было даже не пригород, а уже там далеко за городом. Им приходилось совершать марш в обе стороны, получается, по 15 километров, и того 30. Кроме того, занятия проводились в подразделении в соответствии с установленной очереди, а не в то время, когда планировал командир роты. На все это тратилось много времени, которому можно было посвятить тренировки. Вспомнил свое обучение в школе в ЦИК, где кроме станционального стрельбища на Кадынке был и оборудован на чердаке одного из зданий ТИР. Сергей Семенович решил себе организовать так же. Вскоре на чердаке зданий в пункте постоянной дислокации было оборудовано место для тренировки стрельбе. Уделал он много внимания и другим видам боевой подготовки, особенно физической. Спустя много лет маршал Советского Союза Березов, генерал армии Гальский вспоминали, как гремели выстрелы на чердаке, как увлеченно занимались красноармейцы роты спорта. Как во время инспекции рота по всем видам подготовки получала только отличные оценки. Как же было сказано, пролетарская дивизия была образцово-показной. Проводилось много учений, на которых присутствовало командование Красной Армии. Высокую оценку действий Березового давали начальники штаба РКК. Егоров, командующий Московского военного округа, КОРК, зам. на поводу Тухачевский. После одного из докладов Березовского в качестве командира батальона Тухачевскому, тот сказал, вот таких командиров, как Березов, надо посылать в военную академию, чтобы мы в будущем имели способных, хорошо подготовленных начальников. Вскоре так и произошло. Сергей Семенович так оценил период своей службы в дивизии. С 1930 по 1934 год проходил службу в Московской пролетарской дивизии в должностях командира роты и батальона. Надо сказать, что это соединение было образцово-показной армией. Своим составом становления ему обязаны многие наши начальники. Значительной вехой явилась служба Московской пролетарской дивизии и для меня. В мае 1934 года Сергей Семенович поступил на учебу в военную академию. Вот что он писал об этом времени. Идея поступить, учиться в академию имени Фрунзе возникла у меня давно, когда я еще был курсантом старшего курса военной кремлевской школы. И вот, наконец, моя вскровенная мечта сбылась. Я выделил вступительный экзамен, получил почти высший балл 4,95 и зачислен слушателем первого курса военной академии имени Фрунзе. Сколько было искренней радости и веселья. Настоящий праздник был в семье. Об учениях в стенах академии Сергей Семенович говорил следующее. Годы учебы в академии я считаю лучшими в моей жизни. В военную академию можно сравнить с лабораторией по переделке людей. В ней ежедневно расширяются и систематизируются знания, прививается самостоятельность, вырабатывается более высокий стиль работы. Годы учебы в академии были насыщены событиями. И несмотря на большую загруженность и напряженность, находилось время и для других занятий. Сергей Семенович был отличным спортсменом и много участвовал в соревнованиях. В этом плане интересны воспоминания Павла Ивановича Зарянова, знавшего его по совместной учебе и службе. Вместе мы учились в академии. Он был старшиной выпускного курса, я консортом. Мы прыгали на лыжах с трамплевну на Воробьевых горах. Прыгать с парашютом начали с вышки в Центральном парке культуры и отдыха. Сергей хорошо играл в волейбол, а в баскетболе был старшим группы. Хорошо владел всеми видами стрелкового оружия. Часто выходил победителем в соревнованиях среди учебных групп и курсов. В современной годы учебы Сергей Семенович подчеркнул, что за время обучения в этом военно-учебном заведении получил большую теоретическую подготовку по управлению войсками и основательную практику партийно-политической работы. В течение двух лет был нештатным пропагандистом фронтского райкома партии на заводе Хаучук. Военную академию закончил с отличным в 1937 году. Оценивая время обучения в академии, Сергей Семенович говорил, «Это были годы моей зрелой и сознательной молодости, годы становления характера, годы выработки определенного взгляда, понятия и отношения к людям, жизни и политики, и при этом добавлял. А в годы Великой Отечественной войны ему очень помогли те глубокие знания, которые я получил в академии». Можно уверенно сказать, что годы жизни, которые Сергей Семенович провел в Москве, оказали ключевое влияние на становление его как грамотного подготовленного командира. В Сенат Школов ЦИК он получил высокий уровень военной подготовки, который позволил ему быть среди лучших командиров подразделений. Близость к политическому руководству государства помогли ему в идее на политическом развитии. В этот же период Сергей Семенович закончил рабочий факультет и значительно повысил свой общий образовательный уровень. Годы службы в 1-й Московской пролетарской дивизии дали возможность Березову быть среди лучших из лучших в рабоче-крестьянской карантской армии, изучить все передовое и лучшее, что имелось на тот момент в вооруженных силах. В это время командование оценивает его деятельность только на отлично. Высокую оценку за личную подготовку получает и от командования РККА. Безусловно, это сильно помогло в развитии Сергея Семеновича как командира и послужило мощным импульсом для перехода на новый качественный уровень уже в качестве военачальника. Время обучения в Акадея Сергея Семеновича оценивает очень высоко, называя их лучшими годами своей жизни. И связывает это с тем, что на этом жизненном этапе закончилось формирование характера, выработка сознательных взглядов на жизнь. Он считает, что в этот период он окончательно сформировался как профессиональный военный, научился лучше разбираться и понимать людей. И в заключение выражу свое мнение, что годы, которые Сергей Семенович Бирюзов провел в Москве, являлись одним из важнейших в его жизни, прежде всего, как определяющего становления и развития как высокоподготовленного военного профессионала. Знания и навыки, полученные на московской земле, позволили Сергею Семеновичу в дальнейшем уверенно действовать в годы Великой Отечественной войны на должностях от командира дивизии до начальника штаба фронта и в послевоенный период пройти блестящий путь до должности начальника генерального штаба.